МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дагестане задержан фермер, незаконно добывающий крипту на собственном сельхозучастке. Скоро мусора станет меньше. В Дербенском районе с опережением графика строится завод по сортировке ТКО, готовый обработать несколько сотен тысяч тонн отходов в год. Не только знания, но еще спорт и дружба. В поселке Семендер в одной из крупнейших современных школ скоро прозвенит первый звонок. Футбольный турнир «Кожаный мяч» в честь великого поэта. В Махачкале пройдут соревнования, приуроченные к столетию Расула Гамзатова. Подробности в спортивном блоке новостей. Глава Дагестана отреагировал на обращение представителей дачных обществ Кривой Балки. В нашем вчерашнем выпуске новостей садоводы жаловались на работу карьера по добыче песка вблизи их участков, вследствие чего были уничтожены более 200 хозяйств. Сергей Меликов прокомментировал ситуацию и отметил, что уже дал поручение вице-премьеру Дагестана создать рабочую группу, в которую войдут все участники процесса – садоводы, владельцы карьера и городские власти. Цитата. «Создание рабочей группы поможет принять в этой ситуации взвешенное решение. Самое главное – все нужно делать по закону и, конечно, не в ущерб людям. В этой конкретной ситуации будем разбираться и искать наиболее оптимальное решение», – отметил на своем официальном телеграм-канале глава региона. Охота на криптовалюту в Дагестане продолжается. Очередную подпольную майнинг-ферму вывели в Кизелюртовском районе. Ее владелец, 47-летний житель села Новая Гадари, соорудил предприятие по добыче электронных денег на базе крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина установил около 800 специальных аппаратов, которые питались по левой электрической линии. Для отвода глаз владелец оформил и законное подключение к сети, однако потребление по этой линии было незначительное. По факту возбуждено уголовное дело. Между тем, относиться более ответственно к оплате электроэнергии призвал жителей республики Муфти Дагестана шейх Ахмат Афандий по итогам рабочей встречи с руководящим аппаратом Дакэнерго и Россети Северный Кавказ. Стороны обсудили взаимодействие представителей духовенства и энергокомпании в части своевременного внесения платежа за ЖКХ. Исполняющий обязанности директора филиала Дакэнерго Магомед Хабиб Мухумаев отметил, что компания с особым вниманием относится к снабжению электричеством религиозных учреждений региона. В свою очередь, Муфти Дагестана шейх Ахмат Афандий выразил готовность оказать информационную поддержку энергетикам. Мы пришли к вам в первую очередь. Познакомиться в публике с вами. Даю вам уважение. Не знаем, сколько вы делаете для дагестанского народа. Не только для дагестанского народа. Мы рады, что вы у нас есть. Поэтому дай Аллах вам здоровья в первую очередь. Дай Аллах, мы можем просить Всевышнего, чтобы у вас все наладилось. Вы же люди, которые непосредственно в контакте с народом. Вам заранее я скажу, если кто-то так говорят, что нужно для мечетей, для религиозных организаций. Их же много в республике Дагестан, особенно. Вот их надо бесплатно обеспечивать. И вот заранее я вам говорю, их бесплатно обеспечивать вы не должны. И мы тоже этого не хотим. Своим примером я показал, вот рядом со мной мечеть. За эту мечеть я своим членам семьи говорю, за свет, за газ, за воду не должны платить. Моя семья. Опыру их. Это будет примером кому угодно. Кто рядом в мечети живет, пусть один человек горит на себя. Я думаю, у нас Всевышний дал возможность дагестанцам за мечеть платить. Вот когда человек вот так настроен платить, и с вашей стороны, вот это будет вот это чуть-чуть снижение, конечно, ему тоже будет приятно. От того, что там религиозная организация, этим маскироваться и отходить от уплаты, вот то, что они рассветили нельзя. Это религия. К этому нас не учат. В Дербенском районе с опережением графика идет строительство мусоросортировочного завода. Ход работы проверил накануне и в Рио министра Минприроды Дагестана Александр Зимин. В год здесь планируется обрабатывать более 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Завод будет построен к концу 2024 года. Средства федерального беда доведены полностью. По графику оставаний нет. Таких заводов в Дагестане будет построено три. Это у нас будет в Пасовиковском районе и в Натальянском районе. В строящийся завод будут направлены мусорные потоки из 20 муниципальных образований Южной зоны республики. На данный момент на объекте производится армирование фундамента под производственный корпус. На сегодняшний день задействовано 16 техники, около 6 итеросий, и 18 рабочих. Отсутствие электроснабжения, отключение воды и проблемы с утилизацией мусора. Именно по трём этим вопросам чаще всего поступают жалобы от населения. Об этом говорили на встрече мэра Махачкалы с руководством Центра управления регионом, где обсуждались вопросы взаимодействия организации с муниципалитетом. Если вы будете проводить встречи с руководством Центра управления регионом, то есть районы, где жалобы на отключение Центра наиболее часто. Вот мы указали микрорайон редукторный, то есть больше всего сообщений оттуда. В последнее время мы указали жалобы улицы Юго-Восточной, тут конкретные адреса. В свою очередь глава Махачкалы отметил необходимость слаженной работы соответствующих служб для устранения подобных нарушений. Немаловажно, по мнению Иисупа Умавова, и оперативная реакция на них. То, что касается Махачкалы, я почему хотел с вами именно увидеться, потому что все-таки немаловажно, например, нам правильно и вовремя, своевременно услышать ту информацию, которая к вам поступает, скружалась к нам, чтобы мы могли сократить время реагирования. Место, где молодые умы и сердца будут обретать не только знания, но и дружбу. Новая школа, оснащенная по последнему слову техникой, откроет свои двери в микрорайоне Ипподром. Это одно из самых крупных образовательных объектов в республике, сразу с двумя открытыми бассейнами и разнообразными спортивными площадками. Что еще ждет учеников в стенах современной школы, расскажет Тамара Самедова. В этих стенах знания смогут получать более тысячи учеников. Школа практически готова к приему школьников. Строительные работы близятся к концу. По решению главы республики она будет названа в честь погибшего военнослужащего Алексея Суханова. Во дворе уже обустроены футбольное мини-поле, баскетбольная и волейбольная площадки, а также спортивные снаряды для занятия физической культурой. Шикарная школа. Конечно, таких школ хорошо было бы, если бы побольше их было. Но ввиду того, что она современная школа, со всеми, которые необходимы для полноценного развития ребенка, здесь все есть. Бассейн есть, маленький большой, спортивная площадка, волейбольная, баскетбольная. Здесь актовый зал большой, столовая большая. Открытие этого учреждения здесь в микрорайоне ждали давно. Школьники с нетерпением ожидают первого звонка, а родители активно готовят документы для перевода детей в новую школу. Мои двое детей поступят в эту новую школу. Эта школа была просто необходима для этого микрорайона. На протяжении восьми лет мои дети добирались на общественном транспорте в школу. Частые пробки, опоздания. Дети усталые возвращались домой. Для нашего микрорайона просто была необходима эта школа. Надеюсь, что обучение там будет тоже комфортным, и педагоги будут, соответственно, хорошие, и дети будут послушные. Работы планируют завершить до 15 августа. Объект также находится под личным контролем главы Махачкалы. Отметим, что школа строится в рамках национального проекта образования. Тамара Самедова, Мурат Бегбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале завершился конкурс на знания основ ислама среди детей. Ученики летних курсов в Центральной Джума-Мечети, занявшие призовые места, получили денежные премии и грамоты. Участники основательно готовились к викторине, повторяя материал днем и ночью. Особую роль в победе, по словам детей, сыграли учителя и родители, которые им помогали и мотивировали. Отметим, что обучение на летних курсах продолжается. Впереди новые конкурсы на знания основ ислама. В первую очередь хочу выразить славу благодарности преподавателям данных летних курсов. Результаты очень хорошие, Машала. Искренне просим Всевышнего Аллаха, чтобы эти знания приносили пользу нашим ребятам, чтобы они брали максимальную пользу. Ну и в завершение о спорте. Турнир с 25-летней историей. В Махачкале стартовал прием заявок на участие в городском турнире по футболу среди дворовых и уличных команд. Кожаный мяч. Соревнования в этом году, приуроченные к столетию, Расула Гамзатова пройдут с 21 по 28 августа. Организационные вопросы обсудили в ходе пресс-конференции в столичном управлении спорта, туризма и работы с молодежью. Тему продолжит Курбан Рагимов. Около 700 команд от 5 до 7 тысяч юных футболистов. Уже четверть века кожаный мяч в Махачкале считается самым массовым спортивным турниром среди детей и подростков. Число желающих поучаствовать растет с каждым годом. Недавно мы отмечали, что наши двое выходцы нашего Олимпа в футбольном клубе стали чемпионом мира в составе сборной команды России. Поэтому мы увидим, как у нас развивается этот футбол. И мы тоже будем стараться, чтобы дальше продолжать работу. Кроме популяризации футбола, у турнира еще несколько больших задач. Одна из них – это селекция. Самые успешные игроки попадут на карандаш к наставникам ведущих спортивных школ. Кожаный мяч имеет богатую историю. Именно с него путь в большой спорт начинали многие дагестанские футболисты. Организаторы также отметили, что, как и в предыдущие годы, заявки на участие могут подать команды не только из Махачкалы и близлежащих поселков, но и из других городов и районов республики. Вы знаете, назовите любого дагестанского футболиста, который играл в премьер-лиге, он тоже прошел кожаный мяч. И Шамиль Лахиялов, и Будунов играл в свое время кожаный мяч. Все те, которые дагестанцы себя где-то проявили, все прошли через кожаный мяч. Кожаный мяч – это основа основ. Он и так и называется – уличный дворовый турнир. Это чисто для тех, которые в это каникулярное время не задействованы ничем. Прием заявок открыт до 19 августа. Команды футболистов в возрасте от 8 до 15 лет определяют сильнейшего в четырех группах среди мальчиков и в двух среди девочек. Игры будут проходить на базе споршколы Александра Маркарова и Олимп, а также на поле 59-й общеобразовательной школы. Этот турнир у нас ежегодный, уже проходит 24-й раз. Дети его ждут с большим нетерпением, знают, что будут хорошие призы, знают, что будет очень много команд. Турнир среди дворовых и уличных команд называется «Кожаный мяч» по футболу. Конечно же, с каждым годом тенденция развития турнира очень растет. И хотелось бы в пользу случая позвать все команды, пригласить все команды, чтобы участвовали все команды со всех дворов нашего города, нашей республики. Победителей турнира ждут медали, дипломы и спортивный инвентарь. Также отметят лучших футболистов в индивидуальных номинациях. Награждение пройдет в столичной мэрии. Курбан Рагимов, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом выпуск завершен. Я, Лориана Шамхалаева, с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин